Школа в жилом комплексе «Май» распахнула свои двери для учащихся 1 сентября прошлого года. И сразу возникла проблема подъезда к учебному заведению. Многие родители привозят детей на автомобилях и очень часто создают препятствие автобусу, который доставляет ребят к месту учебы из других населенных пунктов. Дорога узкая и разворотный круг для автобуса специально предназначен. Но, к сожалению, родители наши стремятся детей завести максимально близко к школе. С одной стороны, понятно, что все торопятся на работу, но, с другой стороны, очень сложно автобусу разворачиваться, если на этом разворотном кругу стоят другие автомобили родителей, которые ведут детей своих в школу. Сейчас в школе обучаются 265 детей. 90 из них пользуются автобусами, прикрепленными к учебному заведению для поездки в школу и обратно домой. У нас уходит утром два автобуса, это порядка 90 человек. Ну, сами понимаете, что школа – это вещь подвижная всегда, да, кто-то уходит, кто-то приходит, но вот 90-95 человек ездит все время. Инспекторы ГИБДД провели на проблемном участке профилактическое мероприятие. В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность». И еще раз напомнили мамам и папам о соблюдении правил безопасности. Хотелось бы обратиться к родителям, привозящих детей в эту школу, чтобы не загораживали проезд, проезд не загораживали для движения школьного автобуса, привозящих детей. Тем самым, если вы перекрываете дорогу, дети идут в проезжей части. Давайте позаботимся о наших детях и будем соблюдать правила дорожного движения. А с ребятами полицейские повторили правила безопасного поведения на проезжей части и поездки в транспорте. Мне 8 лет. 8 лет. А пальчиком покажи, какое у тебя есть кресло, вот ты в машине едешь. У меня вот пустер. А, пустер у тебя, да? А ты где сидишь, сзади в машине? Да. Да? Пристегиваешься? Ну, молодец. Значит, ты у нас сегодня еще и самый дисциплинированный пассажир. Спасибо тебе большое. Во время профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД также проверили автобус. Никаких нарушений при перевозке детей обнаружено не было. Инспекторы убедились, что ребята правильно пристегивают ремни безопасности и вручили учащимся информационные листовки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.